Юлия Сергеевна, можно ли умереть от кори? От любого инфекционного заболевания можно умереть, потому что каждый человек имеет совокупность еще соматических проблем, груз и с возрастом этих проблем очень много, соответственно развитие другого заболевания, инфекционного, оно может, естественно, привести к осложнениям в случае летального исхода. Корень не имеет специального лекарства для лечения и лечение осуществляется по симптомам. Почему настолько важно наблюдать за контактным лицом? Инкубационный период до 14 дней. Человек, который может быть источником, он заразен в последние два дня инкубационного периода и до четвертого дня, как появилась сыпь. То есть первые два дня у человека вообще, когда он становится заразным, нет никаких проявлений на коже. У него будет повышение температуры, признаки вирусной инфекции. А кто сейчас болеет корью? В настоящее время на территории Российской Федерации регистрируются только завозные случаи кори. Это все те же самые переселенцы из названных мной республик, которые приезжают и привозят с собой это заболевание. Заболевают преимущественно лица, не имевшие прививок, ранние, не болевшие, не привитые, ну и, соответственно, бывшие в контакте с больными людьми. Что такое очаг заболевания? Очаг, грубо говоря, это квартира, где проживает больной человек и контактные с ним лица. Это очаг. Чаще всего вот эту вот границу очага определяет сотрудник Роспотребнадзора. То есть они общаются с человеком заболевшим, выясняют, где он был, куда выезжал. Те прививки, которые мы ставили в детстве от кори, они еще работают? Если в детстве человек переболел, то иммунитет, согласно всевозможных научных работ, является пожизненным и стойким. Если ребенок получил вакцинацию в соответствии с календарем национальных прививоков в год и в 6 лет, как это положено, выполнил и вакцинацию, и ревакцинацию, он тоже считается защищенным. Кто входит в группу риска по коре? Те, кто не привиты действительно, и те, кто длительно и много лет пишут отказы и не вакцинируют. Особенно те, кто не помнят, болели, не болели, прививались, не прививались. Кому тяжело самому себе ответить, есть ли у него вообще иммунитет. А как это можно понять? Первый вариант – это, так скажем, из научной деятельности сдача крови на наличие иммунитета, именно кори, то есть лаборатории, опять же, это частные лаборатории делают анализ. И другой вариант, он не совсем, так скажем, будет принят, но для себя успокоится. На плече будет рубец с неровными краями, который говорит о том, что ранее был человек привит. То есть прививка от БЦЖ, которая всем известна, имеет рубец с ровными краями, ну, так скажем, миллиметров 8, у всех по-разному, но это ровный край, белое пятнышко. А кори – это с неровными краями, неправильной формы, размер может быть любой. Половину плеча занимать, меньше, больше, то есть это вариабельно от каждого человека, как иммунитет срабатывал. Субтитры создавал DimaTorzok